Добрый день, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в Директ-Академии на вебинаре, который мы хотели провести вчера, но будем проводить сегодня. Сегодня наш спикер Лидия Константиновна Мазунова, но прежде чем предоставить ей слово, разрешите несколько слов сказать о Директ-Академии и о предстоящих наших мероприятиях. Я знаю, что сегодня среди нас присутствует много людей, которые впервые на наших вебинарах, на вебинарах Директ-Академии, поэтому расскажу чуть подробнее. Меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я постоянный ведущий Директ-Академии, организатор и представлю вам сегодня нашу программу очень кратко. Чуть выше по чату вы видите красным цветом я разместил 4 полезные ссылки, которые вам могут пригодиться. Первый из этих ссылок ведет наш сайт Директ-Академии на главную ее страницу, которая является расписанием. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на любые мероприятия, онлайн мероприятия, вебинары, которые проводятся у нас каждый день до конца учебного года. Можете зарегистрироваться на любой вебинар. Наши вебинары бесплатны и проводятся, как правило, в 12 часов по Москве. Ну, сегодня небольшое исключение. Записи всех вебинаров вы можете найти на нашем видеоканале на YouTube, и это вторая ссылка. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, там уже более 400 записей наших вебинаров. И запись сегодняшнего вебинара, она уже делается и появится там, я надеюсь, сегодня к вечеру. Третья наша ссылка ведет на страницу нашего сайта с онлайн-курсами. Если вы хотите учиться онлайн, дистанционно, пожалуйста, приходите на эту ссылку и смотрите, что мы там предлагаем. У нас там есть предложение по 9 курсам. И, кстати, один из этих курсов мы сегодня будем обсуждать. Давайте я отдельно дам на него ссылку, чтобы вы могли на него посмотреть. Это как раз курс нашего сегодняшнего спикера Лидии Константиновны, который называется так же, как и наш сегодняшний вебинар. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. Еще я хотел бы объявить о трех мероприятиях, которые состоятся вслед за нашим сегодняшним. Это вебинары, которые пройдут завтра, послезавтра и в понедельник. Вот эта информация. Завтра состоится вебинар руководителя команды Гиперметод Дмитрия Кречмана, который называется «И-класс». Вебинары не как у всех на платформе Гиперметод. В пятницу, 8 февраля, наша постоянная ведущая Татьяна Телегина проведет вебинар «Ошибка выжившего или подводные камни» вебинариста. Ну и, наконец, 11 февраля, в понедельник, Иван Травкин из Южно-Сахалинска проведет вебинар «Как сделать 14-секундный контент и чем он может помочь в обучении». Ну вот, собственно, и все. Моя вводная часть закончена. И я хотел бы передать слово... Так, не слышно, только заставка. Скажите, все ли меня хорошо слышат? Поставьте, пожалуйста, в плюсики в чат, если слышите меня хорошо. Так, ну, значит, значит, это на стороне нашей слушательницы были проблемы со звуком. Спасибо. А теперь я хотел бы передать слово нашему сегодняшнему спикеру, Лиде Константине Мазуновой, для проведения сегодняшнего вебинара. Сам я остаюсь в чате и буду отвечать на ваши вопросы, если они вам появятся. Сейчас я все ссылки повторю. Они все ушли наверх. Пусть Лидия Константиновна начинает, а я начну. Да, я хотел бы сказать, что, пожалуйста, задавайте вопросы Лиде Константиновне во вкладку «Вопросы», потому что сегодня много народа, и она может не увидеть в чате, очень могут уйти наверх вопросы, и она их не увидит. Поэтому задавайте вопросы, задавайте во вкладку «Вопросы». Лидия Константиновна, прошу, начинайте. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, друзья. Вчерашние нарушения по техническим причинам нашего расписания. Но я думаю, сегодня мы все нагоним. Итак, я сегодня хотела бы сообщить вам о регламенте нашей работы в течение часа. Мы с вами обсудим, естественно, все, что будет на нашем курсе. То есть вы узнаете, почему этот курс возник, для чего он, кому, что вы получите в результате этого курса и как сможете все это использовать. Павел Юрьевич уже сказал, что на вопросы я отвечу в конце, потому что иначе, чтобы не сбиваться и чтобы нам выполнить сегодняшнюю программу. Я думаю, что сегодня мы получим с вами установку на работу на ближайший месяц, последний зимний, и установку, надеюсь, и на всю последующую жизнь, потому что тема загадочная, тема огромная и тема очень увлекательная. Сейчас, секундочку, я перевожу слайд. На экране вы видите название нашего курса. Оно не случайно, и, конечно, можно спорить с названием, и мы будем на эту тему много говорить. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на четыре строчки Мандельштама, которые удивительно чётко схватил образ ребёнка. И я поместила эти слова для того, чтобы мы с вами задумались о нашем отношении к ребёнку, о философии детства ребёнка, потому что это очень важно. И позвольте мне немножечко прокомментировать эти строчки, потому что они как раз-таки влияют на наше понимание феномена, что такое ребёнок. Значит, в первой строчке мы с вами увидели, сцепились бирюльки, что это такое. Богатое у нас с вами воображение. Мы представляем люлечку, коляску или кроватку. И на уровне поодаль чуть-чуть от головки и глаз ребёнка видим резиночку, на которой нацеплены маленькие цветные звенящие игрушечки, мелкие, чтобы маленькая ручка смогла уцепиться за эту игрушечку. Случайно ли это? Ребёнок, который лежит в коляске новорожденной, он ещё ничего не видит. Для него мир пока что пуст. И как только у него первые оси зрительные начнут пересекаться в единой точке, глаз сфокусируется на этих цветных игрушечках, у ребёнка тут же появится цель потянуть ручку и схватить эту игрушку. И вот эта цель, собственно говоря, нами, всеми людьми движет всегда какая-то цель. И вот этот механизм запускает самую важную основу для дальнейшего развития ребёнка – его любознательность. Эта игрушка должна зажечь у него любознательность. И вот неумелая ручонка, которая только способна сжиматься и держаться, цепляться за маму, за что угодно, лишь бы к кому-то прицепиться, потому что это биологический инстинкт, вот этот ребёнок начнёт разжимать свою ладошку, и вот эти неуклюжие мелкие мышцы потянутся, будет запущен механизм развития лобных долей. То есть я хочу сказать, что ничего нет в первом году жизни ребёнка случайного. Всё, что мы ему будем предоставлять, это всё настолько важно, настолько существенно, поэтому мы должны много обдумывать и взвешивать, прежде чем совершим какой-то поступок в отношении ребёнка. Давайте посмотрим вторую строчку. Молчание хранит. Ребёнок лежит, нам кажется, что он ещё беспомощный. На самом деле я позволю себе два факта назвать, которые совершенно перевернут представление ваше о том, что ребёнок беспомощный. Это существо, которому предстоит стать человеком, это существо уже совершило два колоссально сложных поступка. Первый поступок или подвиг даже, можно сказать, связан с тем, что он появился на этом свете как единственный шанс из 300 тысяч миллиардов возможностей. Именно он появился. Именно он у вас, в вашей семье появился, этот ребёнок. И он уже герой, победитель, потому что он пальму первенства жизни на этой нашей чудесной земле он получил. И второй подвиг, когда он в тесной камере материнской тробы, что ли можно сказать так, уже от килограмма до полутора килограмма, будет пробираться по родовым путям к выходу. Это неимоверно тяжёлый труд. И вот этот труд ребёнок совершает. И это первый, второй его подвиг. И он выходит победителем, если он родился живой, невредимый. Кстати, должна вам упомянуть исследования специалистов. Говорят о том, что способ, каким вышел человек, ребёнок на свет, определяет уже его, ну, одну из несущих, одну из важных составляющих его будущего характера. И поэтому ЭКО и другие способы, да, кесарево сечения, которые освобождают ребёнка от этого труда, выйти самому в эту реальность, они лишают его уже стойкости в характере. Поэтому, как видите, наш ребёнок вовсе не слабый и не беззащитный. На его счету уже два подвига. Третье стойкость, да, и молчание. Молчание он хранит, опять же, чисто условно. Тишина – это тот фон, на котором ребёнок слышит чётко, и всё, что он слышит, железно впечатывается в его мозг. Поэтому так важно, чтобы вот на этом фоне молчания звучали ласковые, звучали добрые, человечные модуляции материнского голоса. И в этом процессе закладывается тоже очень много черт будущего ребёнка. Кроме того, закладываются первые основы человеческой речи. Вы знаете, наверное, и догадываетесь, может быть, кто-то знает, что речь появляется с интонационного уровня. И вот интонационные эти модели, проекции закладываются в речевые зоны. Поэтому с ребёнком надо говорить, постоянно говорить. Нужно и говорить красивым языком. Вот это вторую фразу Мандельштама, вторую строчку, вернее, я прочитываю именно так. И просто удивительно, как мужчина смог вот это вот почувствовать и воплотить вот в четырёх строках всю вселенную ребёнка. Ну и вселенная в лёльке, я думаю, что действительно это вселенная, которую нам с вами нужно открыть. Ну, а маленькая вечность, жизнь наша коротка. И вот эта вот мгновенная маленькая вечность мы должны благословить ребёнка, дать ему в руки посох, наметить ему дорогу, чтобы он смело, уверенно шёл по этой дороге, реализуя всего себя. Вот это вот первый объект, который будет постоянно фигурировать в наших с вами встречах, дорогие друзья. Вторым важным действующим лицом будете вы сами, взрослые. И не просто взрослые, а значимые взрослые. Это родители, это бабушки, дедушки, папы, безусловно. Это добрые соседи, которым не безразличны чужие дети. И так далее. И я вам представила ребёнка. И сейчас вот на втором слайде, дорогие друзья, вы меня хорошо слышите, видите. Пожалуйста, поставьте крестики в чате, чтобы я знала, что я вещаю не просто так, а... Так, всё слышно, всё видно замечательно. Я продолжаю тогда. Значит, здесь на этом слайде вы видите... Да, прежде я должна сказать, почему у меня все слайды заканчиваются вопросительным знаком. Я глубоко уверена, что и сейчас мы уже отходим от парадигмы образования давать знания и учить чему-то. Моя задача – пробудить у вас интерес, разбудить мышление. Поэтому, а вопрос, проблема, постановка проблемы, она всегда апеллирует к мышлению, не к памяти. Память, само собой, если очень яркая проблема, актуальная, память, она всегда сработает. Поэтому в большинстве слайдах вы увидите вопросы. Они не случайные. Итак, на картиночке мы видим три транспортных средства. Вы видите ракету, баллистическую, которая, естественно, самая высокая скорость перемещения. Самолет сверхзвуковой тоже достаточно высокая скорость. Ну и внизу наземный транспорт, гоночная машина, автомобиль. Я эту картинку поместила одной из первых, как видите, не случайно, потому что здесь важно подчеркнуть два момента. Первый момент – это насколько значимый для ребенка взрослый окажется наполненным знанием, тем знанием, за которым вы сюда, собственно, и пришли, знанием о том, как развивать ребенка, как правильно организовать его жизнь. И вот это первый момент. Поэтому я очень ценю то, что вы пришли сюда, и очень надеюсь, что среди вас не только педагоги, психологи, а и молодые люди, потому что я им особенно хотела бы, чтобы они вот с этим знанием знакомились. И второй важный момент – скорость и темпы, и эффективность развития ребенка, вот как раз символизируемые вот этими тремя видами транспорта, они будут определяться моментом начала работы с ребенком. А начинать надо еще в перенатальном периоде, то есть или еще лучше до того, когда наш ребенок пока что в мыслях будущей мамы и будущей папы. Это идеально. Когда ребенок уже зачат, и он уже развивается, тогда это тоже очень важно, потому что модели общения и как мама общается с ребенком, когда он в ее теле определяет и будущий стиль его общения, коммуникации. То есть все это очень существенно и важно. И поэтому чем раньше мы начнем, тем больший потенциал природный мы реализуем. Чем позже мы начнем, тем больше вероятность, что этот потенциал уйдет в песок. вот поэтому эту истину нужно тоже всегда иметь в виду. Ну и вот это наш герой с вами похож на нашего ведущего немножечко Павла Юрьевича, здесь Эйнштейн и чудо ребенок. Я поместила эту цитату не просто для того, чтобы она яркая сама по себе, хотя тенденциозная безусловно, потому что у нее есть удивительное продолжение, которое также свидетельствует о гениальности автора начала этой цитаты. Давайте посмотрим продолжение. Но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. Не правда лишь, что мы нечто подобное делаем с вами? И вот эти вот ЕГЭ, ОГЭ, ФГОСы, особенно стандарты, которые загоняют человека в какие-то жесткие рамки, вплоть до того, что вот в 500 слов вы должны написать, изложить вот такую-то проблему сейчас. И загоняя человека в стандарт, в рамки, мы как раз-таки вот убиваем самое ценное в нем. Поэтому здесь усматривается противоречие в интересах официальных, официального, ну, общества официальных и в интересах семьи. И вот вообще наша вся жизнь противоречия. Поэтому вот с этим противоречием справляться приходится именно родителям. Больше всего в том, чтобы был реализован потенциал ребенка, заинтересованы безусловно родители. Но не все. У меня был в 15-м году удивительный проект «Одаренные дети России». Это путинский проект. Я имела дело с полутора тысяч ребятишками. Это были два рабочих района Уфы республики Башкортостан. И как раз таки вот этот опыт, огромный опыт, который я получила в этом гранте, взаимодействуя и диагностируя вот этих ребятишек, затем их развивая, в общем-то вот этот опыт мы с вами будем постоянно использовать. И еще я бы хотела к этому слайду добавить, что родитель ключевая фигура. И ответственность полностью несет за ребенка родитель. Поэтому нам надо менять свою психологию. Достаточно много родителей считают, что мое дело карьера, зарабатывание денег, обеспечить ребенка хорошей едой, одеждой, чтобы все было современно и все. И глубоко ошибается, потому что ребенку прежде всего нужна живая мама, нужен контакт с ней, нужно взаимодействие, потому что слово матери, одобрение матери, оно просто не с с чьим одобрением больше. Поэтому вот об этом мы должны постоянно помнить. Почему же появился этот курс? Ну, отчасти я уже сказала, что грант, которым я руководила в 15-16 году, заставил меня глубоко войти в эту проблему, хотя ею занималась и раньше и безусловно занималась, потому что у меня своих двое дочерей. И я с ужасом узнала, вот посмотрите картинку, а потом мы вернемся к этому. Посмотрите вот эту диаграмму. Голубая часть это люди с нереализованным потенциалом. А уверяю вас и мой опыт и опыт других коллег доказывает, что в этот мир мы приходим наделенные дарами, дарами от природы, матушки природы, которую мы обушествляем, потому что на самом деле создать человека и это делает природа виртуозна, это нужно быть гениальным богом. И маленький клинышек, совершенно маленький, это реализованные люди, это те, кому удалось пронести свой потенциал природный через все термии, через все колеса образования и через все наши иногда неловкие, неосознанно неадекватные поступки, которые в общем-то и уничтожают потенциал ребенка. Что значит 4-6 процентов талантливых людей? Это значит, что 96 не на своем месте, это значит, они несчастливые, а раз несчастливые, они нездоровые, и они не могут полностью быть удовлетворены жизнью и нереализован у них потенциал. Давайте на секундочку с тем, чтобы я почувствовала, что я не одна, а что вы рядом со мной. Пожалуйста, поставьте крестики в чате, если вы считаете себя реализованной личностью, что у вас все хорошо, что вы с радостью бежите на работу, что у вас все получается легко и есть результаты. То есть давайте будем искренними. О, тут стоят одни плюсы. Значит, у меня все реализованные люди. Это замечательно. Значит, вы входите в тот небольшой сегмент на картинке, изображенный бордовым цветом. Такова ситуация на данный момент. И, собственно говоря, что меня побудило на этот подвиг взяться за этот курс. Потому что это достаточно тяжелый труд. По вчерашней ситуации даже вы можете судить, чего это стоило, каких нервных издержек вчерашний срыв. Для чего нужен этот курс? Ситуация значит вот тут я буду возвращаться к этому слайду, а сейчас картинка. Ни один одаренный ребенок, они у нас все одарены, не должен пропасть. Значит, вот бережная рука, она должна зажечь искру и света найти в этом ребенке, разыскать, потому что таланты, одаренность, наклонность, они не у всех лежат на поверхности, на поверхности они лишь у редких ребятишек, а на самом деле у всех скрыто по толщине неимоверной, да еще если какие-то аномалии есть, ребенок стесняется, заикается, запинается или что еще что-то, очень сложно найти природную одаренность. Но искать надо не любящие родители, которым три года отпущено, чтобы быть рядом со своим ребенком, они должны непременно должны увидеть, найти и в этом одна из высочайших миссий матери. Вторая это зажечь любознательность. Вот я недаром про берюльки вам рассказывала, потому что нелюбознательный ребенок закрыт для развития. И наша задача его повернуть в этот мир, показать ему этот мир во всех красках, звуках, красоте, очаровать его этим миром и зажечь искру, менять что-то, в нем активно работать. Вторая позиция, для чего нам с вами нужно этот курс пройти, это для того, чтобы владеть инструментами мониторинга и диагностирования. Я полагаю, что понимание, что такое одаренность и владение инструментами диагностирования, то есть инструментами, методами распознавания одаренности, это недостаточно. И они, собственно говоря, ничего не будут значить, если затем не последует этап развития. Поэтому понимание, что такое одаренность, первое, далее, владение методами распознавания природных задатков ребенка и владение инструментами развития ребенка, вот это и есть система. Все остальное фрагментарно оно не работает. Поэтому, дорогие мои слушатели, если мы хотим действительно быть полезными нашим детям и быть друзьями, настоящими друзьями для них, мы обязаны просто. Каждая мама, каждый человек вообще, потому что родители это массовая профессия, обязаны вот этими всеми тремя частями владеть и владеть виртуозно. И третья позиция, да, она просто напоминает, что и государство это очень вгодно, потому что государство, не заботящееся о своих талантах, оно попросту не имеет будущего. Поэтому фактически будущее нашей России в руках родителей и вот эту ответственность мы должны ощущать. И последний квант информации на этом слайде говорит о том, что чем раньше начинаем работать, тем будет просто баллистическая ракета. Я возвращаюсь к своей первой картинке, то есть тем больше будет результат. Поэтому надо начинать рано. но я должна сказать, что начинать нужно, поскольку мы все в разных возрастных категориях, начинать нужно и важно в любом возрасте. Почему? И это не бесполезно. Почему? Потому что наш главный инструмент познания он пластичен, он развивается всю жизнь, он развивается только тогда, когда мы его питаем информацией. Для тела телесная пища, для мозга, для интеллекта духовная пища. И чем она сложнее и выше, тем выше будет наш интеллект, тем будет наполнение наше сознание. Поэтому вот эти вещи, они настолько простые, настолько ясные, и кто это понимает, у того открываются таланты в 30 лет, как у Эвариста Галуа, и в 80 лет вдруг вы захотите взяться за кисть и создать свой шедевр. То есть абсолютно у человека настолько безграничные возможности, о которых мы не подозреваем. И эти возможности заложены в 100 миллиардных нейронах, упакованных в нашу небольшую вот эту вот часть, верхнюю часть нашей Конституции. чем же определяется вот подход к диагностированию одаренности? Да, там промелькнул еще термин мониторинг, я поясню, предвосхищаю ваши вопросы. Дело в том, что диагностика всегда ассоциируется с неким контролем, с неким измерением с помощью тестов, каких-то инструментов, механизмов. И это вызывает у человека естественно отторжение, страх. Это блокирует мгновенно все его естественные проявления, волю, память. И поэтому диагностирование, процедура диагностирования сама по себе она всегда искажает результаты. Поэтому я стою и мы сейчас с моими аспирантами работаем над проблемой создания пространства диагностирования, чтобы ребенок входил в это пространство как в естественную среду. И действуя в этом пространстве, а мы эксперты диагносты, наблюдая за ним, могли выявить все то, ради чего собственно говоря мы и создаем вот эти островки для проявления разных наклонностей ребенка. Это островки связаны с базовыми видами деятельности человека. Скажем, художественной, спортивной, с математикой, техникой, языками и так далее. Значит, и вот здесь поэтому мониторинг это наблюдение длительное за ребенком в естественных условиях. и понятно, что наш с вами субъект ребенок он очень специфичный и его долго нельзя и чем-то занимать одним, потому что он еще не создан для того, чтобы долго заниматься чем-то. Поэтому здесь достаточно сложная проблема стала передо мной, когда я заявила в гранте, что буду диагностировать полторы тысячи ребятишек. Поначалу я даже не представляла, какой груз я взвалила на свои хрупкие плечи. Ну, видите, российские женщины все могут. Так вот, диагностирование проблема. Что выбрать для диагностирования? Ведь в человеке очень много сторон. Если брать целостную личность и ее как-то условно разделить, это и интеллект, сознание, это и сердце, и душа, это эмоции, это дух. Что измерять-то, собственно говоря, что диагностировать? И в общем-то я наверное с полгода в августе мы выиграли грант, начинали мы его в конце декабря, и вот эти полгода я ездила по конференциям, которые были связаны с диагностированием. Я изучала проблему, каким же образом, как подойти к решению этого вопроса. И в конце концов я пришла вот к этой простенькой схеме. Это схема американского психолога, она сейчас самая распространенная в мире, называется трехкольцевая схема одаренности Джозефа Рензули. Психолог, собственно говоря, схема очень простая и как и всякая схема модель, она очень примитивная, не отражает безусловно полноты, но я ее сейчас немножечко объясню. Мы, собственно говоря, даже могу сейчас не объяснять, потому что это будет основой на нашем курсе. Здесь вы только, поскольку у вас, чтобы время даром не шло и вы уже начали работать с вашими детьми, поэтому я кратко очень объясню. Значит, внизу нижний сегмент, нижний шар мотивация. Что это такое? Я думаю, что объяснять не нужно, тут в основном, я полагаю, педагоги, психологи, да и в общем-то сейчас люди очень грамотные все. Мотивация это на самом деле запускной механизм любой деятельности. Нет мотивации, парализована воля, эмоций никаких нет стимулирующих и естественно нет энергии. Мотивация это вот самый главный вообще везде механизм в целеполагании и так далее, в реализации любой деятельности. Поэтому, видите, в основании вот именно это. Я вполне согласна с этим. Справа интеллект. Я полагаю, что здесь почему интеллект? Так, где он у меня? Интеллект. Где он у нас вмещается? Орган интеллекта. Вот он перед нами. Я немножечко тоже должна пояснить. Вот этот вот слайд появился здесь не случайно, потому что у меня общий стаж работы 52 года в университете и только последние три года я начинаю все свои курсы лекционные с презентации вот этого материала «Мозг» мой главный инструмент жизни, мой инструмент познания. Почему? Да потому что никто нигде не учит нас, как обращаться с этим уникальнейшим совершенно инструментом. Мозг это студенистая розовая масса. Она разная по объему от килограмма до полутора из 100 миллиардов клеток, включая ганглии, клеточки, которые питают нейроны. Каждый нейрон это мощнейший компьютер. Каждый нейрон, а их 100 миллиардов представляете, какая мощь заложена вот этих двух гемосферах в правом и в левом полушарии. И я объясняю студентам, как нужно им пользоваться. Я думаю, что у нас с вами одна из первых, первых наверное нет, но тоже будет посвящена мозгу. Всё, я больше ничего не говорю на эту тему, возвращаюсь к этому слайду. Здесь я цитирую нашего очень известного нейрофизиолога Сергея Вячеслава Вячеслава Савельева. Покажу вам книгу на экране. Её я купила недавно. Она выпущена в 2016 году. Церебральный сортинг. Почему эта цитата появилась здесь? Обратите внимание, она длинна, но здесь обещает автор превратить, найти метод превращения всех людей в творцов. И творцов, и каждому делу нужен свой мозг. Вот это вот ключевые слова. И что с помощью это будет я думаю через несколько лет это произойдет, потому что возвращаюсь вновь к мозгу через буквально скоро будет завершено картирование мозга, то есть будет полная карта мозга со всеми зонами, которые отвечают за все наши с вами функции. И как только будет готова карта мозга и расшифрована каждый участок мозга, уже есть технические предпосылки для этого, томограф высокого разрешения, он сможет считывать в какой карте у человека сфокусировано, собрано больше нейронов. То есть томографы высокого разрешения будут различать каждый нейрон. И там, где скопление нейронов больше, именно там не заложена область потенциала человека. И это уже не за горами. И фактически та сторона, которая впервые это сделает и завладеет этим оружием, она будет править бал на нашей земле. Поэтому я просто с содроганием думаю, что не найдется вот у нас, хотя мы одна из богатейших стран мира, чтобы быть в приоритете. И не потому, что не найдется ресурсов, потому что вы видите в научном плане уже у нас все готово и книга «Церебральный сортинг» появилась у нас уже в России. Но когда будет использован этот инструмент всем, будет понятно и ясно, что многие люди просто не на своем месте, занимая какие-то посты, они не в состоянии выполнять эту миссию, потому что не обеспечена нейрофизиологией эта функция. может быть только вот этот мотив может затормозить вот этот прогресс. Ну и возвращаясь значит к прежнему, что входит в обязательный комплекс значит мозг это первое, что я решила продиагностировать у наших полутора тысяч ребятишек. я этому научила педагогов достаточно простой методикой научу этому вас и мы определили и пришли к выводу, что у нас абсолютное образование построено на том, чтобы развивать асимметрию мозга. Наша с вами цель гармонизировать работу и правого и левого полушария, чтобы они работали гармонично. Поэтому возможно в конце я вам хотя бы одно упражнение чисто физическое для гармонии, гармонизации мозговой деятельности вашей и поддержание ее покажу, если останется время. Если нет, значит все в курсе, вебинарном курсе. с мозгом понятно. Я думаю, что вы не будете возражать, что это обязательно нужно диагностировать. Поставьте крестики, если вы согласны, что это очень важно для нас с вами. Идут крестики. Ну что, я спокойна, значит мы с вами на одной волне работаем. Я очень рада этому. Второй, вторая сторона, которую я решила диагностировать у своих ребятишек, это природные наклонности, это интересы. Ребенок, он непосредственен. Как только у него свободная минута, как только мы его куда-то не тащим на аркане, в какие-то кружки, в какие-то изучать языки, музыку из-под палки иногда, потому что нам так хочется, не ребенку, а нам так хочется, ребенок тут же начинает проявлять свой природный интерес. Вот в эти моменты давайте ему свободное время. И в эти моменты вы увидите, к чему тянется ребенок. Собственно говоря, это можно уже в полгода определить. У меня дочь делала с подружкой со своей эксперимент такой. Расстелили палас во всю комнату, освободив ее от вещей, и разложили по разным углам предметы. Ну, типа инструмент, пусть это будет молоток или даже топор, машины, машинку, книгу, ну, еще что угодно. и положите ребенка, который только еще ползать начинает, и вы увидите, куда он поползет инстинктивно, он поползет туда, где у него в голове больше нейронов. То есть уже в этом проявится, то есть через этот маленький эксперимент уже можно определить наклонность ребенка. у меня есть тоже картиночка небольшая, вот посмотрите, вот мы все разные, посмотрите, вот у кого-то пластика движений, просто вот не может человек, ему обязательно надо двигаться, ему обязательно нужно через телодвижение выражать свои мысли, как кто-то это делает через музыкальный инструмент, и причем разные инструменты. То есть посмотрите, во многообразии человеческих проявлений вот это и есть же чудо жизни на самом деле, мы это чудо жизни задавливаем своим неумением. Возвращусь к следующей позиции. Значит, я полагаю, что наклонности ребенка обязательно нужно прослеживать. Причем здесь вот опыт показывает, что у малышей, даже у дошколят наклонности варьируются очень сильно. Причем чем моложе ребенок, тем ближе и ценнее для него все, что его окружает безусловно. Он привязан к дому, ему нравятся домашние дела, возиться с мамой на кухне, ему интересны животные, природа. Это у всех одинаково. И только с возрастом потихонечку вот это вот уходит, хотя надо, чтобы это не уходило никогда, потому что для счастливой семьи это очень важные вещи. и начинает как-то разные наклонности сливаться в одну и начинает ярко проявляться одна или две наклонности. И вот собственно говоря, этот процесс очень сложный, неоднозначный и у разных детей он протекает по-разному. И вот в моем эксперименте там мы проверяли семь наклонностей к семи базовым видам человеческой деятельности. Это ну не буду перечислять, мы будем это детально изучать в курсе. И всего лишь из полутора тысяч у четырех ребятишек по-моему там три мальчика и одна девочка все семь наклонностей выявились. Семь, одинаковый интерес, увлеченность всеми семью видами человеческой деятельности. Основная масса демонстрировала три-четыре наклонности. Редко у кого была одна наклонность и ни одного ребенка, у кого ни одной наклонности не было. Вот такой был результат. И я в январе этого года выпустила монографию, где в общем-то вот эту систему, которую я пришла, я полностью опубликовала. Поэтому в общем-то это можно быть, правда монографии у меня нет, она разошлась мгновенно, но будет еще издание, поэтому я думаю, что вы сможете при желании приобрести. Следующая сторона, это психотип. Вот удивительная вещь, что самые нужные характеристики человеческой личности не используются нами в результате, что мы имеем сейчас. Мы имеем конфликты, мы имеем теракты, мы имеем развалы семьи через, ну, настолько частотно, да, что просто удивительно. Почему? Мы не знаем друг друга, мы не знаем темперамента, мы не знаем ценности каждого друг друга, мы не знаем какой психотип у кого, и вы знаете, я пришла к удивительному выводу, что знание психотипа столь же существенно, что и знание группы крови вперед, когда приезжает скорая помощь или там реанимация, и, значит, человек умирает, ему нужно вливать кровь, а врач не знает группы крови. То же самое можно некую аналогию провести вот среди нас педагогов. Мы обучаем, мы взаимодействуем с детьми, и мы не знаем психотип наших ребятишек. Нас раздражают одни, мы восхищаемся другими. Почему? Да потому что мы восхищаемся теми, психотип которых совпадает с нашим, и раздражаемся, если, допустим, вы холерик, а ребёнок не сам гримик, а меланхолик, допустим, или флегматик. Полное несовпадение. Темперамент это природная, вырождённая характеристика. Мы её не изучаем, мы её игнорируем. Поэтому вот эту характеристику я тоже взяла как базовый компонент диагностирования. Пожалуйста, если вы согласны со мной, поставьте ещё крестики свои. Ну, всё понятно. Спасибо за поддержку. Я, значит, на правильном пути. Мне ваше одобрение очень важно. Следующие две характеристики определения интеллектуального уровня это IQ и Intellect. значит, эти две характеристики. Но понятно, что интеллект это связан с мозгом, поэтому я не буду говорить. Я думаю, что он автоматически будет засчитываться вами как одобряемый компонент диагностирования, который обязательно нужно рассматривать. А вот последний эмоциональный интеллект, знаете, для меня тоже, я его не диагностировала, не мониторила, но я его включила только для вас. Почему? Потому что везде, всюду, во всех западных учебниках написано успешность человека на 20%, всего лишь 20, одна пятая определяет интеллект, все остальное сознание, мозг и так далее. Все остальное определяется эмоциональным интеллектом. То есть культурой чувств, культурой отношений и культурой взаимодействия, то есть эмоциональной чувствительностью, эмпатией, а этим вещам мы не учим, эти вещи мы не рассматриваем, и поэтому мы так часто, так и часто у нас эмоциональные перепады, из-за этого мы несчастливые, из-за этого мы в общем-то семейно несчастливые, лишаемся любви, а без любви мозг работать значительно хуже, человеку просто нужна любовь, чтобы его любили, а для этого он сам должен любить и себя должен любить. Вот эти вещи очень важны, взаимосвязаны, и мы о них, конечно, будем говорить с вами в курсе. Значит, вот это вот все пять позиций, которые составили мне вот этот вот скелет, основу для того, чтобы я разработала диагностический комплекс для своих ребятишек. вот он психотип. Вот этот вот забавный слайд. Видите, каждый из нас ассоциирует себя с какой-то геометрической фигурой на самом деле. Это очень известный тест Толкачева, называется геометрический тест. я тоже мы тоже его будем рассматривать и использовать. Гармония это, естественно, круг. Вот он, видите, человек какой весь счастливый и так далее. Значит, следующий вопрос это для кого предназначен курс. Да, время у нас неудержимо бежит, поэтому я должна сейчас голопом проскочить все остальное. Для кого предназначен курс? Я думаю, вам это теперь понятно. Вот следующий слайд, конечно, это уникальная способность природная, она интересна всем. Вот здесь я изобразила поколение, теория поколения есть. Мы с вами, вот я, например, конечно, это поколение x, y, а новое поколение это z, и мы со своим мышлением, со своими взглядами, мы сейчас пытаемся взаимодействовать с поколением z. Нам это трудно, потому что мы не знаем современного ребенка, поэтому современного ребенка надо изучать. Значит, здесь перечисляется, что с малышами это потенциальные гении, как на первом слайде, и дошкольники, и школьники, и студенты, и пожилые, и все мы с вами. Вот они, вот это продукт. Что мы получим от курса? Реализованного, ну, я бы хотела, чтобы без очков было, но, к сожалению, сейчас проблема с глазами из-за того, что мы оказались неподготовленными в информационном веке, конечно, проблема зрения очень злободневна. Вот они универсальные продукты, что вы получите в результате курса. Значит, почему универсальные, объясняю, годятся для всех возрастов, для женского и мужского пола, для детей и взрослых, абсолютно для всех, с любой точки можно начинать. Значит, мы узнаем о формуле одаренности для всех людей, но, подчеркиваю, с биологически здоровым мозгом. Дело в том, что у нас сейчас каждый 15-й ребенок больной с дефектами мозга, и с этого мы начнем курс, об этом мы будем говорить, безусловно. Значит, комплекс методик получите для диагностирования и мониторинга и комплекс инструментов, причем инструменты это уникальные, потому что мне посчастливилось получить вслед за первым грантом путинским второй грант Игромирообразования. Мы создали в рамках вот этого Игромирообразования 2035 года. Мы создали уникальные мы, кто мы, 37 стран мира, потому что после первого гранта мне предложили создать международную лабораторию одаренности и я вступила в международное сетевое взаимодействие педагогов, ученых, логопедов, психологов 37 стран мира. Это в основном, конечно, наши эмигранты, которые успешно устроились в Китае, в Америке и так далее. И вот мы с ними создаем продукты, и вот эти продукты я пользовалась в первом гранте и надеюсь вам эти продукты показать и научить работать с ними. Значит, где вы сможете использовать этот опыт? В семье, безусловно. Далее вы получите сертификат, получите, если мы будем успешно работать, и сертификат или удостоверение можно получить эксперта-диагноста даже как раз-таки вот по детской одаренности. И возможно будет, конечно, развивать это дело. И это будет ваш ключ, быть полезным и себе, и обществу, потому что это вечная проблема и никогда она не иссякнет на самом деле. Значит, ну и два слова о том, как будет организована наша работа. Вот красным выделены три сектора, голубой это вебинарная часть, они примерно, видите, по значимости они абсолютно равны, но по функционалу они разные. Значит, вы вебинарной части 16 академических часов, у нас будет 8 встреч еженедельно по 2 встречи на 2 часа, это в первый весенний месяц, март, я надеюсь, все будет нормально, мы запустим, и там вы вот это вот три части, которых я говорила, познакомитесь, параллельно знание, это будет только информация, она не перейдет ваше знание, если не будет практической работы и работы по аттестационной части курса, поэтому все три части очень важны, если мы успешно справимся с ними, вы все будете сертифицированы, вы будете знатоками, но знатоками, я думаю, вы получите просто заряд для того, чтобы двигаться дальше, потому что здесь только может быть начало, конца здесь не может быть. И я еще, поскольку я и методист, дипломированный методист, поэтому я и вот условия успешности здесь прописываю. Система работы важна, бессистемная работа, она ни к чему никогда не приведет хорошему, высокому, результативному. Дисциплина из дополнения, у вас будет февраль, и за это время нужно так организовать, подготовить своих ближних, родных на работе, если, конечно, вам это интересно и нужно, и с тем, чтобы вы смогли 4 недели в марте посвятить вот этой нашей совместной работе. Результат обучения будет определяться культурой, самодисциплиной, самоорганизацией, самооценивания, и это и есть личная ответственность перед собой, перед нашими детьми, перед внуками, если дети у нас уже выросли. И, значит, я говорила вам об инструментах, я полагаю, что Павел Юрьевич разместит это вот сайт, где можно будет купить. Я только вам покажу. Вот это уникальное пособие я для гранта «Одаренные дети России» его приобрела за рубежом, нашла, оно было не такое гигантское, было и дорогое, я его удешевила, упростила. В результате это разъемные листы, пособие уникальное, оно как раз таки годится для мониторинга, для самодисциплины, потому что дети у нас не готовы к тому, чтобы самостоятельно что-то делать. Дальше это игротека, значит, в ней сейчас очень много игр, потому что мы сделали очень большой проект, он только-только закончился, там участвовало полторы тысячи россиян, и создали много игр новых, игры эти очень простые, видите, они даже не в коробках, а вот делали мы это сами, вот, кстати, обложку моя дочь делала, даже некоторые игры на свои деньги печатали, то есть они дешевые по карману доступны любому, вот на сайте это печаталось в Уфе, в издательстве, с которым я сотрудничаю, это издательство диалог, сайт издательства, все эти продукты там есть, можно заказать и приобрести, и ниже московское издательство, это просто изумительный набор вот таких тетрадей, на каждую буковку 35 тетрадей, на все буквы алфавита, вы знаете, я, у меня сейчас есть несколько площадок экспериментальных, где я работаю с малышней, я просто, знаете, вот нахожу клад, это клад, который ну способствует всему тому, что нужно, поэтому я бы хотела, чтобы за этот месяц вы это приобрели, не посчитались, потому что это я даю издательство, чтобы без наценок, чтобы самой дешевой льготной цене приобрели, потому что практическая часть и аттестации, они будут связаны вот с этими продуктами, и одно дело, что вы будете виртуально видеть, как я буду вам показывать здесь, а другое дело, если вы вот за февраль поддержите это, изучите, начнете уже своими детьми это использовать, вы не пожалеете об этом, а потом уже мы детально изучим все это. Ну и так, наверное, последнее, я хотела бы поблагодарить вас за участие, мне, конечно, очень важно узнать, но я думаю, что я узнаю, сколько здесь педагогов, сколько здесь молодых людей, потому что это для меня я очень хотела бы, чтобы в нашей России были все просвещенные родители, и сколько есть у меня сил, буду стараться делать, и надеюсь, что у нас будет группа, она будет закрытая пока, а потом, я думаю, что мы будем сотрудничать, и у нас будет хорошее сообщество людей-патриотов, которые вот этой проблемой занимаются и просвещают всех остальных. Узнал сам, расскажи обо всем другому, только так мы можем улучшить наш мир. Благодарю вас, но я сейчас вопросы, если есть, я сейчас, где я вопросы найду, сейчас попробую включить, и какие есть вопросы, постараюсь ответить. Так, Павел Юрьевич, я бы просила вас вывести на экран вопросы, потому что я вот нажимаю на опцию вопросы, и у меня ничего не открывается. Так. Лидия Константиновна, пожалуйста, нажмите на вкладочку вопросы, вот есть общие и рядом вкладка вопросы, появилась? Да. Хорошо. Да, вот скажите, как работать с ребятами, самовлюбленными и резкими? О, это, знаете, одним, одной фразой не ответишь, и они одарённые, они все тяжёлые, они все неудобные, поэтому к этому надо привыкать, и почему вот мы и ломаем детей, чтобы сделать их удобными, поэтому нужно самим приспосабливаться, дорогие мои. Так, ну, мы этому будем учиться. какова стоимость у курса, это не мой вопрос, может ли обучение на курсе индивидуальным, частным, стоимость одного слушателя? Так, ну, это, наверное, всё возможно, но почему не в курсе, почему индивидуально, потому что в курсе ведь мы будем обмениваться опытом, мне кажется, это будет эффективнее, а консультации вы индивидуальный будете так и так получать, потому что у нас будет группа. Как будет в феврале или будет повтор? Курс будет только в феврале или будет повтор? В феврале больше ничего не будет. Вот этот курс, это пробный, здесь я просто делала презентацию того курса, который будет в марте. смотрите, там уже есть, можно регистрироваться, поэтому возможно, если повтор будет только следующий, когда-то, но это надо дожить и посмотреть, как у нас что получится. Так, курс будет в марте. Да, в марте. Как зарегистрироваться на курсы? Это в лендинге все условия отражены на страничке вот Директ Медиа. Входите, там абсолютно все это есть. Это вопрос к Павлу Юрьевичу. Так, подробно о курсе есть, вот ссылочка, пожалуйста. Так, дорогие коллеги, пожалуйста, поставьте плюсики, если вам было все понятно, если я достаточно доходчиво говорила, потому что мне это важна обратная связь, говорить не видя ваших глаз лица очень непросто. Поэтому пожалуйста отметьтесь, если вы еще там что все нормально было, или пишите мне что нужно, чтобы вам было понятно и четко в будущем марте. Так, есть еще вопросы? Так, все. Больше вопросов я не вижу. Благодарю всех, до свидания, всего доброго. Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить Лидию Константиновну за замечательный вебинар, вас всех поблагодарить за активное участие в вебинаре. я старался по мере возникновения вопросов, технических вопросов, отвечать на них в чате, но вижу, что здесь продолжают задавать вопросы. Давайте я еще раз все ссылочки помещу здесь. Итак, про курс можно посмотреть вот здесь. Про сертификаты. Значит, сертификаты вы можете приобрести вот здесь. Найдите себя по фамилии, оплатите 149 рублей и по этой же самой ссылке будет доступна кнопка скачать сертификат. Вот. Ну, вот, собственно, и все. Основные ссылки я вам дал. Выше по чату были ссылки на литературу, которую Лидия Константиновна предлагала. Запись вебинара будет доступна ориентировочно сегодня уже вечером, ближе к ночи, скорее всего. Ну, завтра уже точно будет на нашем канале в YouTube. Еще раз давайте дам информацию о нашем канале. Вот она. Сейчас я ее скопирую и даю в чате. Ну, вот, кажется, я ответил на все вопросы. Так, кажется, так, еще раз отвечу. Так, это я уже в частном порядке потом отвечу. Ну, что ж, всем спасибо за участие. До свидания. До новых встреч.